Всем мое почтение, друзья! И вот хотел бы высказаться по поводу такой темы Карабаха и боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Я лично считаю, что, а сразу скажу, что сегодня 1 сентября 2023 года и я лично считаю, что скоро-скоро начнутся снова ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией за Карабах. Что можно сказать тут? Я лично считаю, что Азербайджан рано или поздно дожмет Армению и возьмет полностью под контроль Карабах. Азербайджан дожмет эту Армению и это уже лишь только дело времени. Я лично считаю, что все те, кто против Азербайджана и находятся в Карабахе, должны думать своей башкой и покидать Карабах и искать новое место жительства. Потому что Азербайджан будет возвращать эти территории. И вот эти все передышки, так сказать, перемирие, вот эти российские миротворцы, ничего они не дадут. Я лично считаю, что только это все решится военным путем. Тут не может никаких быть мирных переговоров, мирных уступок, только на поле боя. И я лично считаю, что скоро будет тоже огромное обострение в этом военном конфликте. И это было затишье перед бурей. Потому что уже азербайджанская сторона начала концентрировать силы у двух населенных пунктов. Вы сами эти пункты, названия эти пункты, можете найти в интернете. Я думаю, что Азербайджан скоро ударит по полной. И вот эти все миротворцы, которые армяне надеялись на них, они не помогут. Потому что виновницей всего этого конфликта по большей части является Россия, которая провоцировала, которая подливала масло в огонь в этих, в Тарабахе между Азербайджаном и Арменией. Это во многом вина Российской Федерации. Потому что принцип России это выступать и одевать маску, такую личину миротворца, а по сути подыгрывать и одним, и одной стороне, и другой. И вот этот конфликт в Тарабахе показывает, что это именно так. Вы удумайтесь, на протяжении уже фактически 40 лет уже этот конфликт. И это будет продолжаться и будет продолжаться, пока там присутствует эта Россия. Потому что очаг напряжения им очень выгоден. и я лично считаю, что в этом конфликте будет выигрышная сторона, это Азербайджан. Потому что на стороне Азербайджана Турция и это честный союзник его, а вот на стороне этого этих армян Россия и это считаю, считаю, что Иуда, который находится рядом с Христом. Так вот и Россия рядом находится с этой Арменией. Россия вообще создала вокруг себя такой очаг из различных конфликтов. Я лично считаю, что эти армяне стали вообще разменной монетой для России. И то, что она там фактически сдает эту Армению, это уже стало понятно. Но это была задача для того, чтобы начать и сконцентрироваться на Украине. Короче говоря, России верить нельзя ни в коем случае. И я думаю, что все те армяне, которых, так сказать, голова на плечах думающие, они понимают, что Россия это змеи-искуситель. И верить ей нельзя ни в коем случае. То, что боевые действия в Карабахе будут снова, то, что постепенно-постепенно Азербайджан вернет Карабах под свой контроль. Я лично считаю, что азербайджанцы в данном случае показали свою выносливость, показали то, что они долгие годы, несмотря на то, что и их врага поддерживал такой вот великан, как Россия, они не сошли с того пути, не сошли с пути своей цели вернуть Карабах. И я лично считаю, что если азербайджанцы вернут Карабах, это будет достойная награда им за те все годы, когда они сопротивлялись такому огромнейшему противнику, как Россия, которая стояла за Азербайджаном. Постоянно думая, что на стороне Армении ядерная держава, вы только вдумайтесь, столько лет и шло сопротивление. В данном конфликте мне очень жалко простых людей, детишек, стариков, женщин с обеих сторон. Война это такая женщина, которая находится без милосердия, без ничего. Война никого не пожалеет. Хотя для кого-то война и мать родна. Но я лично считаю, что мы еще на тонуне, так сказать, огромных всех жертв в этом Карабахе. И солдаты Азербайджана, и солдаты Армении, они становятся жертвами, заложниками вот этого всех конфликтов. Понятно, что хотелось бы пожелать, чтобы был мир между этими двумя народами. Но, увы, процесс так уже перешел хронически, что это никогда, никогда не будет. Тут уже в данном случае работает принцип «худь бы не было хуже, чем есть». Я повторю, что это мое мнение. Я никого не навязываю ему. Лишь только выступаю за то, что в данном конфликте победителем рано или поздно окажется Азербайджан. Я даже читал, как армяне говорят, вот, мы еще покажем там, Россия там. Вот, ничего вы уже не покажете. Уже режим показал всему миру, путинский режим показал всему миру. Настолько он выжил из ума, настолько он потерял чувство реальности. А уважение теряется и теряется с каждым, буквально с каждым поступком. теряется уважение к этой верхушке России. А без уважения никакой политики, никакой геополитики не может быть. И все лишь дело в том, когда этот режим рухнет. А он обязательно рухнет. И я лично считаю, что он, если он рухнет, он понесет еще больше и больше. Фактически потянет за собой, как принцип домино, еще больше и больше крови. Потому что фактически Армения останется один на один с Азербайджаном, Турцией. И я думаю, что это не сулит ничего хорошего Армении. Это мое субъективное мнение такое. До новых встреч, друзья! Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. Будет интересно почитать, что мы все думаем по поводу этого. До новых встреч!